Памчали, без эхолотов, блин, конечно, что там. Без жилета, без эхолотов, блядь, без спиннингов. Очередная рыбалка на Рузе, очень жарко, цветет вода, можете заметить, какого она зеленого цвета, болотного. Сегодня с утра мы с 6 часов, с пол шестого, рыбачим и поймали пока что только одного окуня, и что-то у нас в мотор не едет. Одного окуня и одну щучку. Но щучка оттопырилась уже, окунь, в общем-то, тоже. Все это дело приходится везти в ткани. В холодильник я, как обычно, ничего не взял. Едем дальше отлавливать, пробовать, вернее, различные кустики, травки, потому что на ямах сегодня вообще ни одной поклёвки не было. Они так катаются, так продуманно. Они волну ей создают, а она едет на ней, метровую. Переход до ближайших травянистых берегов составил в районе 5 километров, и, в общем-то, начался клёв. Окунёк, окунёк, вот так забагрился наш окунёк. Да ёк твою мать, да что ж такое-то, блядь. Сейчас опять оттоп? Я думаю, да. А что с ней делать? Шнурсом. Иди сюда. Опять на орбиту. Тянем, 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 ух ты, вот это хорошее. Вот это да. Ну это мы заберём, да? Ну, естественно, блядь. Уберите воблер, короче, ну и вы нахер сует. Я так ел уже поставил воблер. Ага. Давайте и корнёмся, может тут. Ну, какая красота. Ну, тоже полдня, ни хуя. Не, а окунь я поймал хорошего, блядь, положил его мимо садка, блядь. Ага. Грамм на семьсот. Ну, потом, ну, нет, 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 нет. Ну, только я, знаешь, воблер падает на траву, блядь. Ага. Ловись оттуда, блядь. Ага. Вот. Дошёл? Ну, вот я такого же поймал. О-о-о. Ну, этого, наверное, отпустим. Ну, конечно, отпустим. Какой-то совсем прям вот. Ага. Смотри. А что-то я думал, я уже думал под сагбин доставать. Да он вот такой удар был, блядь, слабый. А, он это. Я где-то под лодкой вообще-то. Он давно за мной билет, оказывается, бежал. Я думал, там трава засыпили сначала. Ага. А уже, видишь, он, блядь, поближе глубине, блядь. Нормально, чё. Где все крупные, блядь, я тут не понимаю. Тут вот он и взял мне туда. Мы тут стояли. Да? Да, один в один. Так он мне как-то на джик взял, по-моему. Мы здесь веща вот долбили здесь в яму. Ну, мы чё туда здесь все стояли-стояли-стояли-стояли. Потом мужик пришел, блядь. А мужик, короче, это, пришел с берега ловить, блядь. А мы на лодке стоим, ну, где-то метров триста, наверное, блядь, на яме. А он как раз туда кидал, походу, блядь. А, это? Фидер, фидер, да. И мы, это, сидим-сидим, а в итоге пошел место менять потом. Он не ожидал такого прикола, блядь, что мы на лодке еще и леща ловим, блядь. Там мы с этими, с бортаушками сидели. И все это. О, есть. Ну, и где-то на десятой поклевке мне уже надоело включать камеру, поскольку все шнурки были одного и того же размера. И все они были пойманы на орбиту 90К суспендера. Мелкие щуки продолжали атаковать орбиту. И как только не укрупнялся, не меняли место, ничего, в общем-то, крупнее поймать не удалось. Единственное, переместившись на другую точку, в другой тростник, попалась более-менее зачетная щука. Очередной день шнурка, но сегодня, в общем, удалось поймать нечто побольше. Килограммовую хотя бы вот такую вот щукенцию. Ее освободил. Вот такая, ребята. Ну, это уже размер. Это еда. Тетка. Здрасте. Какой классный залив. Какой классный зацеп. Коряжники, в коряжники. Да, в коряжники. Только оттуда уехали. Снимаю вам, как пользоваться отцепом за 250 рублей. Габблеров 5-6. Все неточно вытащили. Сейчас покажу, как доставать вот такие зацепы. Короче, это джек-головка. Открытый крючок. Села на корягу. Сейчас будем ее доставать. Берем вот такой вот отцеп на 300 грамм. И дальше ее нужно завести, соответственно, на леску. Леску держать в натяг. Короче, берем, заводим отцеп за леску. Вот, завели. Соответственно, дальше она у нас свободно перемещается и долетает до нашей насадки. Отпускаем ее. Конец, соответственно, держим, чтобы не улетело никуда ничего. И ждем, когда она соприкоснется с насадкой. Лучше всего подводить лодку прямо впритык к зоне, где вы зацепились. Короче, сейчас вот отпустила. Она по леске туда отлетела, ударилась. Тут надо поймать. В общем, так процесс выглядит. На этом решили заканчивать свою рыбалку. В общем, на воде где-то мы там провели в районе 8 часов. Несмотря на то, что щука была достаточно мелких размеров. В принципе, рыбалка получилась достаточно увлекательная. Такая а-ля спортивная. Надеемся, в следующий раз водоем нам принесет более крупные экземпляры. Обязательно вернемся. Ну и всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Ваши длины. На барабан�ные экземпляры. Очumer